На фронт из Сочи ушло 18 700 человек, больше 4 тысяч погибли. 17 сочинцев получили звание Героя Советского Союза. Сам Сочи для сотен тысяч солдат стал городом спасения, где дарили жизнь, ставили на ноги и вылечивали душу, за что город-госпиталь и награжден орденом Великой Отечественной войны первой степени. На этом историческом факте и сделан акцент при подготовке мероприятий к 70-летию Победы. Этот праздник общий для нас. Тут не должно быть никаких политических взглядов различных. Все должно быть в едином ключе, потому что наши деды, отцы, прадеды воевали для того, чтобы мы были едины и мы должны единение в этот праздник показать. В Сочи проживают чуть больше 6 тысяч ветеранов. Это участники, инвалиды войны, узники, концлагерей, труженики, тылов, вдовы, солдат. Каждый из них значим для города. По распоряжению мэра все ветераны войны получают бесплатную путевку на оздоровление в сочинские здравницы. В домах нуждающихся проводится ремонт, уборка, предоставляется юридическая и материальная помощь. У нас большое количество волонтерской команды, в которую вошли и работники администрации города, и общественные организации, и представители ТОСов, и школьники, и даже их родители огромной группой, скажем так, инициативной, помогают нашим ветеранам не только в бытовых условиях, но и в разных жизненных ситуациях. О том, что никто не забыт и ничто не забыто, говорят многочисленные тематические акции, архивно-поисковые работы и мероприятия по благоустройству памятных мест. 4 апреля состоится общегородской субботник, в рамках которого планируется уборка воинских захоронений и мемориалов. Ну а празднование 70-летия Победы начнется 6 мая. В Комсомольском сквере откроют памятник сочинцу-воину. 8 и 9 числа пройдут митинги, шествия и народные гуляния. Торжества состоятся на площади Южного Мола. Татьяна Новгорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.